Даник, отлепись ты уже от телефона. Это вредно, зрение испортишь. Мама, я не виноват, что у меня на айпаде нет такой игры, как у тебя тут. Я еще немножко поиграю. Ой, нет, не поиграю. Мама, тебе папа звонит. Папа звонит? Даник, давай сюда. Алло, Саша, привет. Что, соскучился уже? В аэропорту? Что забыл? Саша, а голову ты не забыл? Так, конечно, тебя на рейс не пустят, ты паспорт дома оставил. Ну, Саша, ну как? Я? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Мамочка, что случилось с папой? Все нормально, Даник, просто папа забыл дома паспорт, а ему вылетать надо. Он оставил паспорт, а я не знаю, с кем теперь оставить вас, чтобы мне съездить в аэропорт. Алло, мама, слушай, у тебя есть какие-то дела на сегодня? Носки связать? Ага, ты мне нужна срочно. Да, за детьми посмотреть. Автобуса сегодня нет? Ой, мам, ладно, я тогда что-нибудь придумаю. Да, давай, пока. Ой, какая же она тяжелейшая-то. Так, няня Клава, выручай, ты мне сегодня нужна. Няня Клава. Ты включайся же ты. Мама, мама, а зачем нам няня? Ты что, куда-то уезжаешь? Дианочка, не отвлекайся, мы разучиваем новый танец. Мам, а если ненадолго, давай без няни как-нибудь, а? Да в том-то и дело, что я не знаю, сколько времени это все займет. Ну, включайся же ты, старая железяка. Мам, так у нее аккумулятор, наверное, сел. Она же давно в кладовке пылилась. Точно, аккумулятор. Сейчас я поставлю тебя на зарядку и заведу таймер, во сколько тебе нужно проснуться, поняла? А пока, няня, в отключке. Ведем себя хорошо и не балуемся. Если покушать захотите, то бутерброды, пожалуйста. Когда няня включится, вам что-нибудь приготовят. Так, все, мне срочно нужно к папе в аэропорт. Ой, не знаю, как-то и нехорошо получается. И Даша больше трубку-то не берет. А что, если у меня одни там внучата-то? Ой, как бы мне доехать до города-то? Позвоню-ка я своему знакомому. Внучат в беде бросать нельзя. Алло, Гарик. Да, это я. Слушай, до города не подбросишь? Автобус не ходит, а мне срочно к внукам надо. Спасибо большое. Куда? Ага, сейчас буду. Давай. Сейчас быстро добегу, только валенки просвистят. Так, печка-то у меня потухла. О, все нормально, можно ехать. Привет, Гарик, спасибо большое, что выручаешь. Мне прям вообще надо. Этот автобус ржавый, именно сегодня ехать не хочет. Да без проблем, бабуля. Садись, не забудь пристегнуть ремни. Через пять минут будем уже в городе. Спасибо, что не отказал, сосед. А то внуки в опасности спасать надо. Слушайте, а может выключим таймер на этой няне, и она не включится тогда? Мы спокойно посидим. Мама, наверное, до вечера, не дольше же. Это-то ладно, Кать. Только один вопрос. А кушать мы что будем? Ты что-то приготовишь? Вообще-то можно пиццу заказать. Или роллы. У кого деньги есть, а? О, Дианка, отличная идея. Давайте пиццу. О, а этот день начинает мне нравиться. Только можно из двух половинок. Я хочу сырную. А она вам не нравится. Доброе утро, дети. Вам понадобилась моя помощь. Э, няня Клава, а почему она включилась-то? Эх, не успели, уже зарядилась. Дети, что случилось? Вы мне не рады? Няня Клава, рада, рада. Просто мы хотели посидеть одни. Как же одни? Такие маленькие и без присмотра. Так, что у меня в записи? Приготовить что-то покушать. Няня, няня, не надо покушать. Мы уже приготовили. Мы пиццу сейчас закажем. Пицца? Это нерациональное блюдо. Там очень много жиров и углеводов. Это опасно для детских неокрепших желудков. Я приготовлю вам кашу. Эх, а запах пиццы был так близко. Внучата, бабушка приехала. Вот вы где все мои. Ой, как давно я вас не видела. Ой, Катенька вымахала-то. Морковку, что ли, весь месяц грызла. Ну что, рассказывайте, бабуля, что у вас там опять приключилось? Куда мама-то улетела? Бабушка, что-то нам мама не говорила, что и должна была приехать. А мама уехала к папе в аэропорт. Он паспорт забыл, вылететь не может. Так она мне позвонила сначала, говорит, посиди с внучатами. А у нас автобус-то сломался, развалюха эта ржавая. Вот, я говорю, не могу, а потом сижу и думаю, как вы одни-то без меня, без бабули-то. А? Сейчас посидим с вами. Пирогов напечем. Бабушка, так мама няню нам включила. Она вон на кухне кашу какую-то нам готовит. Какую еще няню? Эту что ли, электронную? Ой, да никакая электронная няня бабуля-то не заменит вам. Отлично. Хотели посидеть одни, а посидим и с няней, и с бабушкой. Ой, а кто это там ругается на кухне? Нужно помешать, чтобы не пригорело. Няня, бабуля приехала. Ты можешь с ней отдыхать. И, кстати, это, кашу-то они пшенную ведь не едят. Ты что? Дай-ка я лучше пироги поставлю. Отойди, мешаешь. Здравствуйте, бабуля. Что-то у меня в программе не записано. Было, что вы приедете. А каша очень полезна для детского организма. А пироги тяжело усваиваются. Поэтому я вам запрещаю их печь. Чего? Ты мне еще запрещать чего-то будешь? Ну-ка, посмотри на меня. Я ведь не ребенок. Я взрослая. Я взрослее тебя в три раза. И вообще, я бабушка. А кашу твою они есть не будут. А пироги мои всю жизнь хорошо усваивались. Ничего не знаю. И внучки их обожают. С картошечкой, с грибочками и с яблочком. Так, все. Давай, отойди, мешаешь. Извините, бабуля. Я не позволю вам нарушать нормальную работу пищеварения детей. Своими пирогами. Печь пироги запрещаю. Что ты толдычишь-то? Я тебе говорю по-человечески. Отойди, духовка мне нужна. Пирогов внучкам на печь. Мне что, тебя отсюда выносить, что ли? Ну-ка, не перечь бабушке. По-моему, там что-то интересненькое. Бабушка с няней роботом ругается. Пойду-ка я посмотрю. Бабушка, няня Клава, что у вас случилось? Что вы спорите? Да ты представляешь? Эта электронная женщина не дает мне напечь пирогов моим внучатам любимым. Вредно, говорит это. Слушай, Макс, помоги-ка мне ее отодвинуть. Она не дает мне к духовке подойти. Нет, я не могу вам этого позволить. Я буду оставаться на месте. И прошу покинуть помещение кухни. У меня каша горит. А я тебе говорю, не твою кашу, тем более горелую, есть не будут. Дай я приготовлю по-настоящему стоящее блюдо. Это пироги. Ха-ха, представляете, по-моему, мы сегодня голодные. Няня сожгала кашу, пока ругалась с бабушкой. А бабушка хочет напечь нам пирогов. Но не может подойти к духовке, потому что няня робот ее не пускает. Может все-таки пиццу втихаря закажем, а? А то как-то не очень быть голодными. Отпустите меня, что вы себе позволяете? Так, давай, милочка, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Бабуля, ну вы же надорветесь. Не волнуйся за меня, я в деревне дрова потяжелее тебя таскаю. Давай, ты, няня, твоя обязанность присматривать за внуками, а я приготовлю кушать. Вы совершили ошибку? Не внуками, а внуками. Так, я старштя в четыре раза, а может быть восемь. Ты меня учить сейчас еще будешь, что ли? Так, внучатки мои родные, присмотрите-ка за своей няней. Я пойду пирожков наконец-то вам напеку, а то тесто уже подошло, а она мне мешает. Хо-хо, ничего себе у нас бабуля Рэмбо. Ну что, няня Клава, как тебе наша бабушка? Если не сказать, что я в шоке, то я в шоке. Но по моим инструкциям, вы должны кушать полезную еду. Пироги это тяжелая пища. Няня Клава, я бы на твоем месте больше к бабушке не ходила. Это точно, Катя, она еще по винтикам разберет. Вот такой батончик сейчас подрумянится, будет вкусный. И плюшечки еще. Так, картошка-то у меня... Ой, картошку надо поставить вариться. Фу, как пахнет. Горелая каша, ну и няня. Как у меня детишечки с ней сидели-то. Ой, потравила, наверное, бедных. Э, бабуля, извините, пожалуйста, но я не могу вам позволить готовить вредную еду. Пока здесь я главная. И я попрошу больше меня не трогать. Я знаю, ушу. Чего? Ушу, говоришь? А если я тебя сейчас укушу? А? Что? Я вынуждена защищаться. Ки-я! Ай, ай, отпустите мою ногу. Ай, вы что кусаетесь? Ну я же тебя предупреждала, укушу. Пойдем давай. Ногу отпустите? Нет, 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 скакай давай. Давай, скакай. Откуда пришла? Вот, садись сюда. Ну что ж, вы внучатки отпустили-то ее, а? У меня пироги там уж, наверное, горят. Ха-ха-ха, ничего себе, второй раунд. Победила опять бабушка. Ох, кажется, у меня болит голова. Хотя роботам это не свойственно. Няня Клава, да, отстаньте от нашей бабушки. Тебе ее не победить ни за что. Давай лучше с тобой танец разучим новый. Да, вы знаете, по-моему, бороться с вашей бабушкой бесполезно. Я только причиню себе травмы. Вы не представляете, она укусила меня за пятку. По-моему, теперь у меня там плохие контакты. Нужно будет обратиться в сервисный центр. Няня Клава, и на самом деле, оставайся тут с нами. Твоя главная задача за детьми смотреть. А уж готовкой пусть бабуля занимается. Если честно, у нее это очень круто получается. Сама попробуешь, пальчики откусишь, когда пироги увидишь. Пальчики откусишь? Нет, спасибочки. Няня, то это выражение просто такое, что очень вкусно. Так, девочки, мальчики, как у нас дела тут? Няня зарядилась, молодец. Как справляешься? Ой, да Шулечка, ты все что ли приехала? А у меня как раз пироги готовы. Ну-ка накрывайте поляну. Мама? И няня? Вы все тут? Мам, ну ты же сказала, что не сможешь приехать. Я вот няня им оставила. А то я посидела, подумала, думаю, как я в беде да внучков брошу. Вот и прилетела. Знакомый на вертолете привез. А то я же тебе говорила, автобуса-то нет сегодня. Знакомый на вертолете? Бабушка, и ты молчала? А можно мы обратно с тобой полетим? А? Так в гости к тебе хочется чего-то. Хе-хе-хе. И правда, бабушка. Так, ладно, подождите, разберемся. Няня, у тебя как, все нормально? Все нормально, мам. И у няни, и у бабушки. Лучше маме не рассказывать, что тут было, чтобы она не волновалась. Макс, а у нас, кстати, привет еще с тобой. Так что вы идите, накрывайте на стол. Мы быстренько приветики передадим и к вам. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренолго ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Приветик Яра. Приветик Ангелина. Приветик Муслим. Приветик Варя. Приветик Алиса. Приветик Аришка. Приветик Али. Приветик Района. Приветик Динозаврику. Приветик Ульяна. Приветик Вика. Приветик Азалия. Приветик Наташа. Приветик Маша. Приветик Маша, Злата, Юля и Лиза. Приветик Татьяна. Приветик Арина. Приветик Луизочки и Пусечки. Приветик Диана. Приветик семье Латыповым. Приветик Ание. Приветик Нармине. Приветик Варе. Приветик Аише. Приветик Таня. Приветик Ульяна. Приветик Соне. Приветик Еве и Жаку Приветик Арине Приветик Амеле Приветик Дамеле Приветик Наталье